и всем привет ребята с вами трейнер и сегодня мы поговорим о хэдбэнде союзе в которой недавно переформатировался снб сегодня разберем перспективы данного союза его участников плюсы и минусы хэдбэнда а также ответим на главный вопрос этого видоса станет ли этот союз успешным или же станет нереализованным проектом ну а мы начинаем сразу скажу что этот разбор может быть неполным и в нем могут быть опущены некоторые детали прошу меня за это не хейтить и еще перед началом дисклеймер для начала давайте разберем участников данного союза если что имеется ввиду не полный список участников хэдбэнда и вообще этот список брался из телекрам-канала блога данного союза половина состава хэдбэнда состоит из участников бывшего снб или же просто башкотряса которые не состояли в снб как например ндэн дэна или стас 78 90 но при виде остальных участников я подумал кто все эти люди как оказалось в этом союзе состоит человек который ведет фан-канал по ложке а также человек который снимал майн-рум кто не понял это сервер по майнкрафту такой есть если что речь идет про рая фана и про мэйзи но блин если хэдбэнд позиционирует себя как разоблачительный союз то контента этих двоих никак под разоблачение не подходит может хэдбэнда и не будет именно разоблачительным союзом но учитывая то что почти все люди там это бывшие снбэшники то есть разоблачители то такой вариант развития союза вполне вероятен кстати совсем забыл рассказать про создателя хэдбэнда им является сектант кстати спустя неделю после конца набора то есть момент написания этого сценария full состав хэдбэнда так и не объявлен но спустя некоторое время сектантом было принято решение что full squad хэдбэнда не будет разглашаться на публику я честно так и не понял почему ну да ладно а теперь перейдем к перспективам хэдбэнда если это будет разоблачительный союз то почему там находятся люди которые не являются разоблачителями приучать фаната у ложки и чела который оставлял заявку на вступление в академику майншилда к разоблачениям но не самая лучшая идея прямо скажем да это еще и занимает определенное время а ветерая фан мэйти скалозуб это люди только из той части состава которую публично объявляли а вот сейчас набрали еще много таких людей которые никогда не снимали разоблачения это оригинальный пост в блоге хэдбэнда где разрушалась часть состава союза уже удален если же хэдбэнд будет направлен на съемки того контента который снимает например мэйзи то тогда большинство придется переучить под съемки такого контента и судя по скринам из телеграм-канала сектанта хэдбэнд будет позиционировать себя похожим образом как позиционировали себя снб то есть союз башкотерясов которые разбирают обозревают или разоблачают что-то или кого-то я бы на месте сектанта поделил бы хэдбэн на два лагеря первый это те кто делают контент на подобии участников снб то есть обзоры разоблачения разборы и второй это те кто снимает контент на подобии майншилда или выживания на других серверах то есть контент по типу скалозубы или мэйзи такой вариант кстати вполне возможен ну так а что там с перспективами учитывая просмотры башкотряса в случае поделения хэдбэнда на две части больше внимания будет приковано именно к таким людям как улог нд на 178 90 не он и прочим но роль скалозуба мэйзера и фана тоже будет важно ведь они будут приводить новую аудиторию на каналы башкотрясов но и наоборот собственно а также приносить аудиторию хэдбэн ну а теперь к плюсам и минусам первый плюс довольно мягкие условия набора то есть туда мог попасть почти что каждый желающий второй плюс можно завести много полезных знакомств третий плюс можно научиться многому более опытных ютуберов случае возникновения каких-либо проблем по типу страйков от того же евгена бро теперь переходим к минусам первый из них придирки голосу то есть не нужно чтобы он выглядел по-детски при этом как написано в посте ну в телеграм-канале блога хэдбэнда иногда бывают исключения наверное это просто пиар-ход чтобы забатить побольше школьничков на вступление в союз второй минус если хэдбэн не будет делиться на два лагеря то кого-то надо переучивать к съемкам разоблачительного контента или же кого-то к съемкам контента с башкотрясами вообще не связано и что что по итогу хэдбэнд удачи или провал я думаю что это должно стать понятно окончательно после разъяснения финального состава но как мы уже выяснили состав оглашаться не будет а также после разглашения различных тонкостей хэдбэнда но счастлив для меня хэдбэнд не является там какой-то лажей да пока что нет обещанной прям уж кучи контента но со временем я думаю контента будет в достатке это хорошо что сектант хочет завлечь новых людей на сервер и объявления о ивентах и кучи контента надо чтобы это было реально на деле они только на словах поэтому я не могу дать четкий прям ответ на вопрос успехом или провалом будет хэдбэнд каждый должен решать это сам для себя но для меня хэдбэнд пока что скорее удачи чем лажа потому что уже есть много участников в этой группе или же скваде называете как хотите да и в принципе хэдбэнд позиционирует себя как союз в котором будет много ивентов и контента и на бумаге это выглядит довольно таки прикольно осталось нам лишь только дождаться когда все эти слова станут делом ну что ж вот мы и подошли к концу этого видеоролика подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии вообще что думать в поводу хэдбэндах ну что ж всем пока с вами был я трейнер